Приветствую, дорогие братья и сёстры, в любовь к Господу нашего Иисуса Христа. С праздником вас, дорогая Церковь! Сегодня мы исполняем заповедь Божию, которую он оставил, вспоминать этот день, выделять его для того, чтобы поблагодарить Бога за все милости, которые он нам являет, за целый год, посылая нам всё необходимое. Тема моей проповеди будет «Жатва в глазах Иисуса Христа». Но сначала я хочу прочитать текст Священного Писания, который будем размышлять. Это Евангелие Атаана, 4 глава. Евангелие Атаана, 4 глава, с 31 стиха. «Между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь!» Но Он сказал им, «У Меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принёс Ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Не говорите ли вы, что ещё четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливые изречения. Один сеет, а другой жнёт. «Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Братья и сёстры, для чего мы сегодня вспоминаем, для чего мы сегодня сделали такую красивую витрину и собрались с вами здесь? Праздник жатвы. Какая его цель? В Ветхом Завете Бог определил этот праздник для своего народа, для того, чтобы хотя бы один раз в год люди могли вспомнить, кто является причиной их благословения и благосостояния, которые они имеют. Кто им посылает дождь ранний и поздний? Кто им посылает урожаи четыре раза в год? Кто является этому причиной? Они вошли в землю, которая была наполнена богами, чужими, мёртвыми богами. Которым им поклонялись народы языческие, населявшие эту землю до их прихода туда. И когда Израиль её захватил, то некоторые боги, которые как раз отвечали за плодородие, отвечали за сбор и урожая, Бог предупредил, чтобы хвалу и благодарность за ваш урожай вы воздавали не этим мёртвым богам, а мне. И Бог оставил им напоминание, чтобы в этот день люди вспомнили и понимали, кто является причиной их благословения. Кто им даёт хлеб? Кто им даёт этот урожай? Не боги мёртвые, доставшие от хананеев, а Бог всемогущий, который посылает дождь ранний и поздний. Это был день, когда люди вспоминали Бога и благодарили Его. Это была основная цель, по которой Бог оставил этот праздник. Братья и сёстры, но мы с вами живём в новозаветнее время. И в новом завете Иисус Христос открывает новый взгляд на жатву. Как Христос смотрел на жатву, что Он видел в этом празднике, и какой урок Он хотел преподнести своим ученикам, когда говорил с ними о жатве. Христос обращается к своим ученикам и говорит, посмотрите на Нивы. Вы говорите, ещё четыре месяца, а я вам говорю, они уже готовы. Они уже готовы. Они побелели и готовы к жатве. Иисус Христос плохо разбирался в земледельстве, в сельском хозяйстве. Он не понимал, что они ещё не готовы. О чём Он и говорит? Я думаю, Христос хорошо понимал, о чём Он говорит. Я думаю, тот, кто создал нашу планету и всё, что мы с вами сегодня кушаем, хорошо знал, когда и как это созревает. Христос здесь говорит не о жатве. Он говорит не о продуктах и не о фруктах, которых мы с вами кушаем. Христос здесь говорит о людях. Это происходит возле города. До этого происходит с ним беседа с Амарянкой. И Христос показывает, ну я так представляю себе, это моё предположение, Амарянка уходит в город и зовёт людей, говорит, идите, посмотрите, я нашла Мессию. И в это время приходят ученики, пока она их зовёт, и у него с ними происходит эта беседа. Я так представляю себе, Христос показывает на этот город, а оттуда во люди идут, потому что пришли люди, потом слушали и сказали, точно Он Мессия. Я так представляю себе, Он показывает на этих людей, которые из города выходят, но ещё не подошли. Он говорит, посмотрите на эти нивы. Они уже поспели. Они поспели. И вы будете жать то, над чем вы не трудились, то, что вы не сеяли. И действительно, апостолы, они пожали то, что они не сеяли. Братья и сестры, за Иисусом и Христом ходила большая дружная толпа. Но мы с вами не встретим, чтобы она каялась, чтобы было массовое покаяние. Эта толпа кушала, слушала и смотрела, но не каялась, не обращалась к Богу. Были тайные ученики, запосеивая ту идею, но к Богу не обращались. Когда Иисус Христос наш умер и воскрес, и воссел одесную Бога, ученики в лице апостола Петра, они говорят, первую проповедь мы с вами читаем во второй главе книги Деяния. И что мы там встречаем? Покаялось большое множество людей, три тысячи, потом пять тысяч. Это наступила, наконец-то, жатва. Петр говорит, одну проповедь. Это его плод? Это его результаты, его усилий? Петр пожал то, что он не сеял, то, что сеял Иоанн Креститель, то, что сеял Иисус Христос, то, что сеяли до него пророки. А он пришел на готовое. Они уже пожали результат. Им осталось это только пожать. И жатва была обильная. Бог подготавливал людей. Даже к моменту прихода Иисуса Христа пришел Иоанн Креститель, и он тоже сеял. И он не увидел ни одним глазом тот результат, который хотел бы увидеть. Он его не увидел. Он сеял, он подготавливал. Приходит Иисус Христос, и он тоже сеет. Он проповедует, рассказывает, увещевает, показывает, делает невероятные чудеса, которые никто никогда не делал. Для чего? Это было спасев. Бог сеял. Но жатва наступила только, когда он вознесся на небо. Только когда проповедь Петра прозвучала, только тогда наступила жатва. Братья и сестры, сегодня мы с вами живем время, когда мы женицы. Я думаю, что в этом тексте две главные мысли. Сегодня люди делятся на две категории, если смотреть по этой главе. Это женицы и те, кого нужно пожать. Абсолютно каждый человек, который родился на этой планете, Бог с ним работает. Нет одного человека, который бы родился, прожил жизнь, и Бог с ним не разговаривал. Таких людей нет. Бог разговаривает через совесть, посредством Духа Святого, через свое слово, через проповеди, через людей, через своих посланников, через проповедников. Бога множество инструментов, посредством которых Он разговаривает с человеком, когда Бог сеет. Человек слушает, наблюдает, смотрит, размышляет, взвешивает. Приходит в церковь, мучается в душе своей, понимает беспокойство своего сердца и понимает, что Бог сеет, Бог говорит к моему сердцу. И бывает такой грустный момент, когда плод перезревает. Вы видели когда-нибудь фрукты, которые вовремя не сорвали? Они плохо выглядят, некоторые плохо пахнут, но самое грустное, что их невозможно кушать. И если даже их все-таки пожать, съедобным это не назовешь. Почему? Плод перезрел. Так происходит с человеком, перезревшим. Было время, когда Слово Божие в его сердце достигло своего максимума. Сердце его было готово, но оно не было пожатым. Оно не было пожатым. Бог говорил сердцу человека, а человек сидел на лавочке, слушал и понимал, что он созрел. Бог говорит моему сердцу, Бог меня останавливает, меня совесть осуждает. Это созревший плод. А как это происходит? Вот сейчас выходили, у нас дети участвовали, маленькие дети. А это вот первые семена. В своем родительском доме, на коленочках у папы, когда папа открывает Библию, и вечером проводит сейчас молитвы, ну, я думаю, так большинство христианских семьях, надеюсь, происходят первые посевы. Первые посевы. И это сердце детское принимает это слово. А потом они идут к нашим руководителям детских групп, самым маленьким. Без переводчика, конечно, сложно понять, что они хотели сегодня сказать, там, наверное, толкование надо прилагать. Но вы знаете, на этих занятиях происходит потрясающая вещь, удивительная. В их детские сердца закладывается Слово Божие. А потом проходит чуть время, их переводят в старшую группу, а потом переводят в подростки, а потом они попадают таким, как я, в молодежь. Знаете, я иногда сетую, говорю, мы, руководители молодежи, получаем то, что сделали детские и подростковые руководители, то, что у них получилось, то, что они вложили. И вот они потом переходят к нам, и мы тоже сеем, молимся с ними, с кем-то постимся, за кого-то особенно постимся, беседуем, готовимся к молодежным, проповедуем, увещеваем, просим братьев-служителей к ним подойти. Это все посевы. Молитву мамы, молитву отца, беседы дома, многочисленные служения, это все посевы. И удивительная вещь, бывает, что этого не хватает. Человеку не хватает, он переполнен этим словом, а не хочет зреть. Его уже, он уже утонул в этой благодати, его поливают, поливают, он поплывет скоро, а не хочет расти, не хочет зреть слово. Вы знаете, бывает такое, что раз у нас конференция, приезжает Сергей Леонидович, и говорит слово. И выходит много людей, выходит жатва. Мы думаем, вот хорошо, что Сергей Леонидович приехал. А он как раз тот апостол Петр. Он пожал готовое. Он пожал то, над чем вы трудились. Мамочки, то, над чем вы работали всю свою жизнь, то, что вы взращивали в их сердцах, он это пожал. Бывает просто какая-то проповедь, самая обычная, среди недели, и человек понял, созрел. И кто-то пожал. И пожал тот, кто не трудился. Не было того человека, который за него столько молился. Тот, кто сказал проповедь, он может вообще первая жизнь его видит. Но он оказался тем, кто пожал. Братья Иисусуна, мы не представляем, в какой момент и в каком месте мы можем оказаться жнецом. Жнецом. Тем жнецом, которого использует Бог. Поэтому не зря Дух Святой иногда нас побуждает засвидетельствовать, казалось бы, в самом неподходящем месте и неподходящему человеку. А мы не знаем, какую работу до этого Бог проводил в его сердце. А этот человек, может быть, созрел. Он созрел. Его нужно только пожать. Ему нужно только сказать. И будет жатва. И ты сегодня, ты жнец. Если ты уже пожатый, если ты плод созревший, если сегодня ты тот, кто может быть тем человеком, который пожнет, Бог тебе хочет использовать. Мы в этой зиме, в эту зиму были с Алексеем Борисовичем, Степаном, в Мизенской тундре. Уже, наверное, в весне. И однажды вечером на Дом молитвы собралась неверующая молодежь. Такое удивительное событие достаточно. Вот. Ну, мы с ними, у нас занятие, молодежь на идет. И приходит неверующий человек. Мужчина, лет по 50 такой, серьезный дядя. Двухметровый, такой большой. А этот один из местных авторитетов в этом большом достаточно поселке. Туда идет только зимник с Архангельского, 300 километров. Вот такие глухие места. Там все мужчины, они охотники, такие суровые дяди. А он муж одной нашей сестры верующей. Но он неверующий человек. И вот он приходит, говорит, я хочу побеседовать. Ну, я понял, что не мой профиль, я не потяну. Я с молодежью. В общем, и как раз Алексей Борисович был, слава Богу. Алексей Борисович подвел его. Ну, и все. Они уединились, беседуют. И вот Алексей Борисович потом рассказывает, беседовали, беседовали. А он пришел так, он говорит, я пришел сдаваться. Я пришел сдаваться. Хочу, говорит, свою жизнь менять. И вот они беседуют, беседуют, покаяние. Говорит, мне кажется, я созрел. Мне кажется, я готов помолиться. Пойдем, говорит, молиться. Он такой, серьезный дядя. Пошли в комнату, помолились, дальше беседуют, беседуют. Говорит, мне кажется, нам еще раз помолиться надо. Пошли, еще раз помолились. Говорит, меня Бог простил. Все, говорит, я покаялся. Говорит, меня Бог простил. Утром, мы еще глаза такой не спели протереть, он приходит с Библией, братья говорит, час молитвы, я с вами час молитвы буду вместе участвовать, мы смотрим, живой человек, живой человек, ну и уже утром беседуем с ним, он говорит, 20 лет, 20 лет назад приезжали братья, вот, и он называет фамилии людей, которые уже ушли в вечность, Куркина, еще кого-то, она говорит, они проводили благовестие, в палатке стояла, я был, слушал, и я решил, что потом, а моя жена вышла и покаялась, и вот эти 20 лет она за меня молится, я знаю, сколько она молится, сколько она слез провела, когда я с медведем бодаюсь в тайге, я знаю, что только по ее молитвам я до сих пор живой, я, таких передрягах было в тундре, это по ее молитвам, она меня вымолила, 20 лет назад я сказал нет, и вот сегодня, говорит, я это понял, что дальше, дальше уже некуда идти, сегодня, говорит, я созрел, и была жатва, Алексея Борисовича не было тогда 20 лет назад на том благовестии, он оказался тем, кто пожал, кто пожал, Братья и сестры, мы не подозреваем, какая бывает жатва нас вами окружает, иногда мы смотрим на человека и думаем, вот этому надо проповедовать, наверное, в самую последнюю очередь, вот это вообще доходяга, а вот этому, наверное, вообще ничего не надо, ему это не интересно, а мы не подозреваем, какая жатва созрела в его сердце, какую работу Бог уже провел над его сердцем, он готов, там нужно только пожать, и Христос говорит удивительную мысль ученикам, он говорит, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, братья и сестры, не на сутки, не на годик, в жизнь вечную, мы с вами жнецы, мы собираем плод в жизнь вечную, это, наверное, единственное стоящее дело, которое можно делать здесь на земле, собирать плод в жизнь вечную, не швейцарский банк, который рано или поздно все равно попелом пойдет, сгорит он, земля и все дела на ней сгорят, как бы некоторым людям не хотелось бы этого, все это закончится, а это плод в жизнь вечную, который всегда будет ценным, который никогда не исчезнет, братья и сестры, мое слово сегодня вот этим двум категориям людей и к своему сердцу, в первую очередь, я не хочу на небе услышать лукавый и ленивый раб, хотя нет, на небе я это не услышу, такие люди просто там не будут, они это услышат на суде, лукавый и ленивый раб, ты мог быть жнецом, я тебя жатву подводил вот так, тебя оставалось только пожать, тебе надо было просто ленивой рукой взять и засвидетельствовать, я все уже сделал за тебя, тебе надо было просто пожать, и было бы плод, был бы плод в жизнь вечную. И вторая мысль, дорогие друзья, мы все с вами пришли сюда с разным сердцем, у нас сегодня большой праздник, но может быть в чем-то сердце этого праздника сегодня нет, и вы созрели, вы понимаете, что Бог провел большую работу над вашим сердцем, и вы, как вот эти прекрасные плоды, вы уже готовы, но обратите внимание, бананчики начинают уже темнеть, не потемнеете и вы, не ожесточите, сердец ваших потемнеет, потемнеет и захотите быть пожатыми, но поймете, что поздно. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы мы с вами, вспоминая праздник жатвы, были женицами, которые собирают плод, жизнь вечную, и если сегодня наше сердце созрело для того, чтобы быть пожатым, не откладывайте это на завтра. Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь. Помолимся. Аминь.